здравствуйте друзья и гости моего канала сегодня у нас 7 июля всех поздравляю с иваном купала у нас погода получается иванит все поливает вот сейчас маленько вечером перестал дождь и я быстрее на дачу надо и ягоду собрать клубнику и так хоть маленько попроведывать посмотреть что цветет запах какой мой запах какой обалденный запах извиняюсь посмотреть что у меня цветет ну давайте вместе и посмотрим что цветет у меня рубейки и цветет многолетние здесь у меня перитру как всегда я его люблю и обожаю перитру там у меня цветет очень ранний флокс вот такой красавец здесь у меня начинает цвести гортензия только-только начинает так здесь у меня растрясло и этот клематис белое облако совсем осел у нас позавчера были ливни и каждый день дожди и грозы идут и он прям приседает бедненький но растение хоть на пьются водицы потому что у нас солнце гарри было сколько дней и получается у нас засуха а что мы поливали это так для них только как моросящий дождичек небольшой пройдет вот он этот флокс посмотрите какой он красавец здесь уже полностью распустилась а остильба такая красавица пушистая такая прям очень шикарная карликовая стильба ну это гипсофила извиняюсь и жрут со страшной силой так ну здесь у меня смотрится эта клумба так вчера после ливня наводила в цветнике порядок пришлось убрать все дельфиниумы но они успели считает свести там немного оставалось и не не дать это не доцвели но деваться некуда было их все разломала раскидала во все стороны переломала я что-то не подвязала их так сейчас я протиснусь а поближе туда сейчас мокрая буду как утка ну здесь начинается пока только первая кисточка такая такая вот остильба камера конечно не передает ее красоты здесь меня цветет анжела анжела здесь у меня лобазник махровый цветет ну вот так смотрится остильбочки только-только начинает зацветать там вот получается флокс у меня розовый зацвел но я не полезу туда его подвязывать это если завтра не будет дождя тогда уже подвяжу а то я буду вся мокрая ну здесь у меня вот ряд идут остильбы ну я смотрю как не ошиблась и в остильбах разные сын сорта посадила еще хочу показать вот эту остильбу она мне очень нравится такой пушистик стоит за за ней будет крему нежно-кремовая но она еще не распустилась а здесь вот у меня вот такая красоточка поглядите какая она шикарная какая она нежная прям такая очень красивая стильба я стиль бы конечно очень люблю здесь у меня под горшками я садила сажала гортензии черенки сейчас там гортензии осталось а получается три черенка и там черенки роз пытаемся свои розы так лобазники ой эти до волжанки все уже отцвели я их подстригла высокие и сейчас вот так они смотрятся дожди пошли будлейка пошла в рост я ее маленько прочеренковала не прочеренковала а про посынковала оставила ноги голые и вот оставила так посмотрим как она пойдет дальше но мне кажется ей нужна подпорка стволы пока еще не одревесневшие такие прям вот ну неохота туда залазить так здесь я хотела у ее люди ей 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 извиняюсь начинают зацветать лилейники и вот в этих лилейниках все попало там и слизни и дух воски влага на улице и они орудуют что хотят здесь и и здесь я хочу вам показать кустовой клематис княжек такой красавец посмотрите это кустовой так вот мы его пристегнем и вот будут цвести первый год он у меня здесь я вот садила эскобиозы махровые по краю гипсофила и и эти эскобиозки вот посмотрите как все-таки нарядно смотрится гипсофила ажурный кому надо семена спрашивайте буду осенью рассылать и объясню как сеять ее вот я одной знакомой отправляла гипсофила вот эту ажурную и все у нее прекрасно растет кустик уже такой большенький там у меня и ваха куры нишики мы ее подстригли немного ну а там там все прибито там у меня тоже скобиозы начала некуда мне рассаживать гехеры и вот я гехерела так вот сажу пока погода такая влажная хоть маленько но приживутся конечно их прибило хорошо ну ничего страшного очень плохо завязываются цветоносы у гортензий очень плохо совсем плохо поздно июль месяц они еще только-только начинают здесь у меня монарда карликовая вот раз распустится я потом покажу ну здесь вот у меня карликовый веленик здесь у меня тоже скобиозы по краю посаженные и флокс белый раджерсия так чуть не наступила это у меня отчиток варегатный такой там тоже отчитки но их пока не видно ну там хвойные растения гортензии мискантус ну мискантус он злорадствует очень злорадствует он красивый конечно все но факт то что у него корни очень далеко идут я замучилась их отдирать посмотрим в этом году конечно выкапывать я его не буду а вот весной если все нормально я его выкопаю и посажу в ограничитель так здесь я хочу вам показать распустился флокс такой красавец название не знаю даже не спрашивайте на базаре название сильно не говорят так и еще чего хотела сказать так покажу сейчас еще вот этот лилейник ну это уже все считай отцветает он да еще дождем так побила так лапчатку кустарниковую белую которая лежала на земле начала ее подстригать чтобы елочка коника маленько маленько дышала а то аж на нее залезла вот и обстригла по бокам чтобы это продувалось а смотри че делается то аж дышать невозможно и будет у иван она не дает мне сын подстригать он хочет ее какую-то какую-то какой какую-то или птичку или зверька хочет подстричь это попробовать паут это подстричь но посмотрим что у него потом получится так ну здесь и хвост и ну вот хвост и у меня это большая мама но я не вижу чтобы это была большая мама так здесь у меня тоже хвостов это туя даника лапчатка кустарниковая хамелеон потихоньку помаленьку начинает разрастаться она с весны считает до корня или с апрела или что и пришлось и там оставлять только какие-то бодолыжки остальное все было сухарями ну начала потихоньку разрастаться здесь у меня получается гехерела а вот здесь вот у меня это кала ну вот это крупнолистная гортензия вот я думаю что она как должна завязывать бутоны подскажите мне пожалуйста вот такие у нее как свертыши я думаю что должна завязывать ну посмотрим или я ошибаюсь а или она все-таки позже но зацветет кошмар какой-то мой извиняюсь заедает что-то и брызгалка ничего не помогла ничего не помогает брызгалка даже так здесь вот у меня тоже его хакура нишики здесь у меня веленики ну здесь гортензия тоже гортензия вот эта гортензия ни разу не цвела я даже не не знаю как она цветет вот и посмотрите наверно град был до град был пролетал и вот я смотрю что она тоже как запускает цветоносы вот так вот а закручивает листики вот так я надеюсь что она все-таки зацветет сюда посадила маус там он все заполонил засоряет давит растение и вот я его сюда приезжала дождя еще не было я его прижимала чтоб его не унесло ну а сейчас уже все никуда не унесет его дождем прибила все он корни пустит здесь тоже мискантус а здесь вот такая же вот так же запускает а эти кисточки вот у нее кисточки начинаются там он начинает она уже запускать но очень поздно в этом году очень поздно они запускают очень поздно и так ну здесь у меня это анабель крупная такая должна быть анабель это молоденький кустик совсем у меня гортензии кошмар какой здесь у меня туйки мужевельник и вот у меня гехеры и скобиозы скобиоза аж и бедненьких забила туда потом буду вытаскивать их так здесь у меня ванила фрайс ванила фрайс только-только начинает он запускает будет свистеть ну долго конечно долго так ну здесь у меня флокс скумпия кожевистая отцвела вот еще вон вторая кисточка здесь семянки завязываются посмотрим что с него с нее дальше будет с этой стороны дербейник вот так что еще хотела сказать так здесь у меня мискантус зебрина горячавка горячавка я надеюсь что будет свистеть вон бутончики запускает если все нормально будет то посмотрим как она будет свистеть кстати василисинг уже отцвел там дельфиниум и вот так смотрится всем желаю крепкого здоровья хорошей теплой солнечной погоды чем всего доброго и до новых встреч на моем канале пока пока до новых встреч